Мы родственники мобилизованных мужчин Липецкой области. Мы обращаемся к губернатору Липецкой области, министру обороны, а также к президенту Российской Федерации, ко всем, кто готов нас услышать и помочь. Наши мужчины были мобилизованы и находились в пункте временного размещения в городе Воронеже, улица Матросова, 4А. Наши мужчины были туда отправлены для прохождения военной подготовки, но не прошли в полном объеме военную подготовку. Некоторым мужчинам мужчины были мобилизованы ошибочно. Многие не пробовали и 5 дней на военной подготовке. 31 октября ранним утром наши мужчины были отправлены на полигон для прохождения подготовки. Не пробыв там и пару часов, их экстрены привезли вместо их временного размещения и объявили сборы для отправки в зону СЛО. Обещанное обмундирование было предоставлено не в полном объеме. Некоторым ребятам раздавали список, что нужно приобрести. Например, саперам был выдан целый список. Некоторым была выдана форма не по размерам. 1 ноября наши мужчины были отправлены в Белгородскую область, Волузький район. 2 ноября были переброшены в зону СВО в неизвестном направлении под номером часть 11097, полк 362, который территориально и не существует. Наши мужчины продолжительное время не выходили на связь с родными. После выхода на связь сообщили, что находится территориально в Лугарской области, Сватовском районе, на первой линии соприкосновения. Командующий состав, который отдавал приказ о месте, где наши мужчины будут держать оборону, проигнорировали указ Верховного Главнокомандующего о том, что мобилизованные не должны направляться на первую линию соприкосновения без должной подготовки и боевого слаживания. Их должны были поставить на третью линию соприкосновения. Вместо этого без должного командования и полного военного технического обеспечения с одними только автоматами в руках, ребята были вынуждены сражаться с вражеской хорошо оснащенной артиллерией, подвергались минометному обстрелу. После отказа мобилизованных выходить ближе к рубежам противников прямо под минометные обстрелы, то есть идти на верную смерть, стали вывозить их обманом, уверяя, что отвозят в безопасное место. Ребята вывозили в места активных боевых действий под самый тык противника, где они были снова вынуждены сражаться и несли большие потери. Наши ребята на данный момент предоставлены сами себе, перед ними не ставятся боевые задачи, так как на данный момент у них вообще нет командного состава. Из командования остались лишь такие же мобилизованные, которым присвоили должность и звание еще в городе Воронеж. Они не трусы и не дезертиры, но по причине отсутствия боевого опыта у личного состава возникла паника. Им не привозят довольствия, не пропускают гуманитарную помощь, не стабжают технической техникой для сдерживания противника. Наши граждане Российской Федерации, не уклонившиеся от частичной мобилизации, а идущие защищать свою родину и свои семьи, командиры бросили нам бразуру, после чего бросили совсем одни. Мы придаем это огласке и просим разобраться, почему у мобилизованных не было достойного обучения и боевого слаживания, с чем связана нехватка командующего состава, почему мобилизованные оказались без должного обучения на первой линии соприкосновения, а не в тылу или на третьей линии, прикрывая профессиональных военных. Мы просим перевести наших мобилизованных родных с первой линии соприкосновения, с передовой на третью линию обороны, где они и должны находиться. Наши родные – нерасходный материал, и мы не позволим с ними так обращаться. Просим! Просим помочь, чтобы разобраться в этой ситуации, наших ребят увезти с передовой. И дать знать, что с нашими ребятами, мужьями, сыновьями. Все? Все?